А между тем, вчера завершился Кубок Мира по вольной борьбе. Напомним, что на этом чемпионате выступили сильнейшие борцы из восьми стран мира. Чем закончился престижный поединок, кто одержал победу, об этом мы узнаем из первых уст. Я рада представить вам Виктора Рассадина, обладателя Кубка Мира по вольной борьбе. Виктор, доброе утро. Очень рады, что вы нашли время, проснулись так рано, пришли к нам в гости. Я в первую очередь, конечно же, хочу поздравить вас с этой прекрасной победой. Скажите, внутри вас до Кубка, до соревнований был какой-то внутренний прогноз, что вы одержите победу? Лично вот вы. Лично я. Я выступаю за сборную команду России, и это уже, можно сказать, 50% победы. Потому что сборная команда России, она считается самой сильной командой в мире. Несмотря на континенты, чемпионаты мира, Европы, Кубки мира и международных стартов, Россия всегда считалась самой сильной державой. И я, тем не менее, выступал дома у себя, в родных стенах. И, конечно же, думаю, что выиграл. Ну, родные стены, получается, помогли вам, да, все-таки? Как болельщики поддержали? Вот я буквально вчера видела по телевизору, как они скандировали ваше имя, имя Ариана. Они очень сильно нас поддерживали. Не только нас, и всю команду. Я думаю, не только в триумфе нас поддерживали. И люди смотрели дома. По телевизору, да. По телевизору наши земляки, родные, близкие. А еще это изначально, я знаю, что в составе сборной России был заявлен Садулаев, или русский танк, но он не смог приехать по состоянию здоровья, да? Вот как он себя чувствует, вы знаете, об этом нет? Ну, да, мы проходили вместе сборы, проходили два этапа. И на последнем этапе у нас были прикидки, можно сказать, контрольные схватки. И Рашид получил там травму, голеностоп, и не смог продолжить подготовку, и решил... Сделать паузу небольшую? Да, как бы залечить травму, у него еще есть впереди старт, чемпионат Европы, европейские игры. Вот так вот. Но мы желаем здоровья нашему русскому танку. Скажите, Виктор, а вот какие команды вам попали по жеребьевке, вот в вашу группу, да? Вот с кем было сложнее бороться, с кем вот наоборот? Ну, у нас в группе попала команда Японии, Турции и Кубы. В моей весовой категории считаются самые основные соперники. Это Атагура, чемпион мира, прошлогодний чемпион мира 65, с Кубы Валдас, который стал тоже третьим на последнем чемпионате мира. И за сборной команды Турции был у нас Чингисхан Адаган, это наш туинский борец Сатапан. Он тоже трехкрат чемпион Европы, считался вот самым таким фаворитом, можно сказать. И со сборной команды у нас Гаджимарат Рашидов был, и заявки я был. И вот я думал, что они все приедут, но, к сожалению, за Турцию Сатапан не смог приехать. И Валдас тоже был травмирован, Атагура тоже был травмирован, но Япония поставила тоже хорошего борца, второго номера. Ну, так сложилось, тренера поставили, отреагировали, отрегулировали, то есть. Ну, Виктор, мы знаем, что это не первая, да, ваша крутая победа. Вы до этого участвовали на Кубке мира, который проходил в Штатах, да? Там вот как вы выступили, как сборная России выступила? Ну, мы поехали туда третьими номерами в основном. Боролись против первых номеров, против американцев, иранцев. И уступили сборной Ирана в финале. Думаю, неплохо поборолись, но у нас были третьи и четвертые номера. А в будущем какие у вас планы? Планируете ли вы куда вот поехать? Олимпиада, может быть? Ну, конечно, каждый спортсмен настраивается на это и ставит цели на Олимпиаду. Я не зря спросила, потому что тут телезритель с последними цифрами 37-44, вот пишет буквально, Виктор, поздравляем дальше на Олимпийские высоты, подпись «Хадыкчане, тампонский улус». Видите, как за вас болели? Спасибо им большое. Ихандыки, и с флова по всей республике. Они очень сильно поддерживают, они показывают, как они меня любят, как любят наши фанаты, наши болельщики. И им за это очень большое спасибо. Скажите, вот, ну, вы побывали на многих международных турнирах Кубок Мира, который прошел у нас в городе. Мы очень рады и горды, что он прошел в нашем городе, да? Как вот все прошло в плане организационных моментов? Ну, я ездил до этого тоже на Кубке Мира, и в Иране был, и в Америке. Я думаю, здесь даже было лучше, чем в Америке. Организация на высшем уровне, потому что это сделал сам Асян Сергеевич с Виктором Николаевичем. Они все это очень красиво на высшем уровне организовали и подарили всем болельщикам народу Саха. Большой праздник спорта, да. И мы им очень благодарны. Огромное спасибо, Виктор, что нашли время, пришли к нам утром в студию, проснулись так рано. К сожалению, Ариан Тютри не смог подойти. Он поехал к себе вот к родным, наверное, да, принимать поздравления с этой тоже прекрасной победой. Передаем мы ему привет. Виктор, обязательно приходите к нам еще в нашу студию. Радуйте нас, вольной борьбой мы любим, смотрим и будем валить за вас дальше. Поздравляю вас еще раз.